С того момента, как вы только получили ваши ОЗИ-карты, загрузив их из интернета или приобретя на диске, с того момента ваш ОЗИ-эксплорер пока ничего об этих картах не знает. И для нормальной успешной работы с картами нужно указать в программе, в какой папке находятся ваши вновь приобретенные карты. Для этого заходим в меню «Файл», шестая строчка сверху, меню «Change Image File», нажимаем и вторая позиция. Указываем программе, где находятся ваши вновь приобретенные карты. Значит указываю свой локальный ОЗИ-карты. И делаем точно такую же перестановку, второй раз указываем еще раз, где она находится. Нажимаем кнопку «Change and Save Maps» и в зависимости от количества файлов проходит от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Вот они и изменены. Значит, теперь то же самое нужно сделать с индексной картой, которая идет в комплекте с этими картами. Также указываем путь для индексной карты. «Опин файл изменен». Значит, теперь нужно настроить индексную карту. Для этого, перед тем, как настраивать индексную карту, очень важно отжать вот такую небольшую красную кнопочку, кнопочку с красным крестиком, дабы избежать дальнейшего геморроя. Просто запомните, тупо запомните, что эта кнопка должна быть отжата. Нажимаем кнопку «Index». Значит, и указываем, собственно говоря, сначала нажимаем кнопку «Lot New Index Map». И указываем папку, в которой находится индексная карта. Затем, уже когда у нас есть индексная карта, указываем папку с основными картами, на которые эта индексная карта должна ссылаться. Если все сделали правильно, перед глазами всплывает вот такая картинка с множеством красных квадратов. Каждый квадрат – это карта на местность. Если не устраивает, да, такое большое количество квадратов на одну точку, можно свои карты отдельно разделить, допустим, в разные папки. Папку для карт 1929 года, папку для карт Генштаба. И, соответственно, каждый раз по необходимости указывать здесь эту папку. Тогда более все будет нормально. Вот сейчас вот продемонстрирую. Допустим. Допустим, допустим, вот так. И вот мы видим, что перед нами высветились только карты 1860 года и привязаны, и по ним уже легче работать. Если нам нужна опять вся информация по этому объекту, опять возвращаемся в общую папку. И опять получаем нужное нам нагромождение. Соответственно, выбор любой карты из меню осуществляется вот таким образом. Все. Перенос карт закончен. Следующий урок будет посвящен использованию этих уже перенесенных карт. Продолжение следует. Продолжение следует...